Еще одна важная вещь, это то, что слова, которые звучат в Хиранни-Кашепу, других демонов Шриман-Бхагаватам или слова, например, Дхитараштры в Бхагавадгите, они пропитаны умнастроением рассказчика, и они пропитают духовную силу. То есть, повторяя их, мы можем не бояться, что мы чуть причем в настроении демонов. Есть же запрет Шилы, Шилы Рупага Свами, нельзя слушать Кришны Катху из уст демонов, потому что они как яд, молоко пропитано ядом змеи, как молоко змеи чуть не сказал. Вот такое, такая Катха из их уст. Итак, что Хиранни-Кашепу, демон из демонов, может быть, стоит пропускать эти тексты и не читать их, и не слуха не произносить? Нет? Потому что они рассказывают о Шукадеве Гасвами, Махараджи Парикши слушают их, Сутан Гасвами их пересказывает, Шилы Папады на них комментируют, Ачари их повторяют и ссылаются на них, они становятся частью Кришны Катхи. Так же, как вот в Киртане, знаете, как Киртане поют, мелодично звучат ритм, реданги, короталы, а потом в конце там вот такие забойные моменты в Киртане – бум-бум, они как бы не в такт, но они часть Киртана. И они усиливают энтузиазм преданных. Я, может быть, не очень ясно объяснил, что происходит. Мы сегодня услышим на киртане наверняка. Такая какафония иногда, какафонии поддерживают киртан. Часть киртана. Так просто кто-то начнет молотить в караталы, это будет беспокойством. А когда это часть киртана, бум-бум, или какие-то происходят озорства во время киртана, я рассказал, один преданный из Ташкента, вернее, из Убекистана, у нас с вашими сын киртанами пел киртан на дне Ашима. А я должен был следующим петь после него. И нам отверли по полчаса. Он так пел удивительно, так сладко пел. Все плавилось просто. Я думал, сейчас вот он должен... А он сидел и смотрел на часы. Там часы вот так вот висели. Я смотрел на часы, так пел, закрыл глаза, и потом смотрел на часы. А я стоял рядом с часами. И когда он так рассчитал время, когда он в очередной раз закрыл глаза и погрузился, я часы аккуратненько снял и перевел стрелки на 20 минут назад. И он... Да и вот так упал. И он поет, и вот так... Я до сих пор его лицо помню. Я более удивленного лица в жизни не видел никогда. Но он смиренный вайшнав. Он продолжил петь. У него была очень сильная вера в святую имя. И знала вайшнавов. Потому что он мне рассказывал потом, когда ему рассказали, что все там, все видели, кроме него. Мы преданы были в экстадии. Это озорство, извиняюсь, с моей стороны, но преданных тоже наполнило радостью. Добавило радости к Вертану. Поэтому здесь, видимо, часы под стеклом специально. Так я пальцем перемотал стрелку. А он объяснил мне потом, то есть, как он справился с изюмлением. Его вера в слова вайшнавов помогла им. Потому что Дайван, как бы, ему говорил в свое время, когда повторяешь все эти имена внимательно и поешь, то происходит чудеса, и происходят, бывают эти, как называются, аномалии. Временные аномалии. Время начнет по-другому течь. Но вот по-другому и в другую сторону. Он вначале удивился, а потом понял, ну, видимо. Аномалия. Бывает, да. Когда он уже закончил, я перевел часы обратно на 20 минут вперед и еще попел 10 минут. В моем случае аномалия по-другому сработала. Так что эти все молитвы, не молитвы, а слова Хиранья Кашипу, его наставления, часть Бхагават. Мы можем безопасно их повторять и обсуждать. Но при этом руководствоваться словами вайшнавов, ачарьев к этим стихам, применять их к своей жизни или нет? И до какой степени? Это нужно оставить ачариум, чтобы они подсказывали нам, какие слова и какие стихи с Бхагаватом применять в нашей жизни, какие нет. Например, Шивопрапада говорит в четвертой песне Бхагаватом, когда Сати оставляет тело из-за оскорбления Дакши, Бхады из Господа Ширана оставила тело. И Прапрапада пишет в комментариях, что закон таков, что если ты слышишь оскорбление вайшнау, то в зависимости от твоей варны нужно поступить соответственно. Если ты шудра, нужно оставить, или женщина, нужно оставить тело с самоубийством покончить жизнь. Если ты к шатре, нужно порезать язык обидчику. Если браман, уйти, видимо, да? Но потом, когда преданные, это Бхагават. Но потом, когда преданные спрашивают у него во время его беседы, утренней прогулки, а как нам это применять в своем? Нет, никак, просто уходите. Не надо резать, качать жизнь, не дай Бог. Нет, просто уходите. Вот так вам. Нужно руководствоваться словами вайшнауов, как применять стихи Бхагавата в себе. Он отвечает, смог я как-то реабилитировать хроника шипу сегодня?